Ребята, всем огромный привет, с вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дэйли, добро пожаловать в наши ежедневные видосы, ставьте турбо лайк авансом, и мы начинаем. Я сейчас в гараже, собирал тут с самого утра вещи в дорогу, здесь еще не все собрано, потому что какая-то часть у нас в Гусс Моторсе, а какая-то часть у нас вообще оставлена в Сочи. В принципе, здесь то, что я забирал с собой, то, что необходимо в гараже, вот, например, кстати, коробка с запасной турбиной от Фортед Перформанс. Спасибо им огромное, подготовили меня еще и по зипу. Эта коробка была у нас еще в предыдущей поездке, так что запасная турбина хорошее дело. В принципе, сейчас загружаю еще колеса, которые я еще вчера взял, два Лес Лейка, две Застины и свежеоткрашенные восемнашки-девятки, самокат, на котором мы катаемся там в Сочи. Еще берем там в аренду самокаты, потому что с новым расположением техпарка без самоката очень сложно, то есть даже невозможно, можно сказать, чтобы оперативно бегать от площадки до техпарка. Я примчал в Бус Моторс, Серега занимается лавром с самого утра, оживил его вроде. Работает, Серег? Ну, вроде, да. Отлично, сейчас ставим заглушку, туда на клапан холостого хода и можно ехать на стенд. Созвонился со стендом, сказали приезжай, поэтому я сейчас вызову акватор. Я еще сейчас по пути купил болты, все, которые нужны, короче, крепеж весь. А Серега здесь пока делал и башбар, и еще крепеж редуктора дополнительный. Готово, отлично. Что со свечами, Серег, было там? Ну, в колодцах там, что, вода была? Ну, немного воды, ржавые, свечки такие, но свечи залиты. Ну, потому что ее нельзя в холодное время понемногу заводить и глушить сразу. Не надо прогреться. Ее просто залило и все. Не, ее залило, кстати, знаешь из-за чего? Из-за того, что она просто не могла завестись долго. Не, может быть. Просто я вот думаю, главное нам в поезде не встрять ее, заводить после, как она приедет из холодильника, помнишь? Ну, было такое, да. Ну, там-то у нас инструменты, будет все, будет. В принципе, да. Кто там у тебя кричит в соседнем боксе? Работники? Да, работник по имени Пархов, по фамилии. Вели на бабках у него. Да, да, да. Так, холодный пуск. О, отлично. Ковш не установлен. Время у нас 16.46. Выезжаем на стенд. Надо бы за 2 часа все вместе справиться туда-обратно и на стенде. Примчали на стенд. Машину уже закрепляют. Я тут настраивал комп, чтобы Семен подключился, чтобы все было в порядке. Взял пауэрбэнк, чтобы ничего не село. Настроил интернет, чтобы связь была хорошая. Все, там тема, в принципе, автономная, потому что я рассказывал, Семен болеет, поэтому он дистанционно будет настраивать. Я все подключил. Оператор стенда за рулем, соответственно, он нам газует, с ним разговаривает по телефону, а Семен на компе уже соединен с мозгом и все регулирует. Оператор стенда должен, как бы, ну, откручивать машину, соответственно, ехать на ней. Я не понимаю, сейчас бустов или Семен уже наваливает бусто, но сейчас мощность 503 силы и 542 момента. Получается, до этого бустов был точно, вот просто первый замер был 549 сил, в момент не помню. Мы вообще сюда не настраиваться особо приехали, а откалибровать новый дроссель, именно сечение, чтобы поменялось, да и вообще, в принципе, и настроить антилаг самое главное. Вот антилага еще не дошло. Семен сказал, что бусто нету, говорит, что-то с соленоидом, походу, посмотрели, все подключено, говорит, сейчас сделаю диагностику, он должен щелкать, он не щелкает, говорит, ударь по нему ключом, ударили гаечным ключом, он защелкнул, поехали дальше, надо будет поменять соленоид. Так, соленоид все-таки заработал, вот, бусто, не, настраивали, ничего, 524 силы, 559 момента, в целом неплохо, вот такой график. Не, в итоге соленоид все равно зависает, я сейчас покопался тут в зипе, я же собрал, у меня оказывается есть с собой запасной соленоид, хоть я уже написал Кириллу, что приготовь соленоид, забыл совсем, что у меня есть запасной, но тут, скорее всего, сейчас фишка не совпадет, поэтому мы просто снимем его, помоем, почистим, там просто масло попадает, и он как бы не работает, поэтому я сейчас его сниму, наборчик, инфорс, я Сереге говорил, что, возможно, его помощь понадобится, ну ладно, нормально, сейчас справимся. Так, ребят, мне тут не сказано повезло, я нашел уже соленой в тундре, он оказался с проводкой подготовленный, под такую же фишку, даже с креплением, единственное, что тут сечение шлангов немножко разное, но Семен сказал, ничего страшного, подключай, все здесь захомутил, подключил, сейчас посмотрим, даже вот подошел разъем. Короче, у нас где-то 650 моментов, мне кажется, что это настолько в столбе много, поэтому мы сейчас или столько оставим, или уже снизим чуть-чуть. Семен сказал, что соленоид работает лучше, но не очень стабильный буст, потому что одна камера гейта подключена, не подключили вторую. О, пробка, капец! Короче, сейчас было несколько замеров с антилагом, и в какой-то момент лавр просто нагрелся люто сразу. У него была температура всегда около 80, там 70 с чем-то, и он резко подскочил до 112, причем мы трогаем радик, он вообще холодный. Вот здесь тепло, именно тепло, и он еще вот отсюда поссал, по-моему, вот он капает. Итак, тут приключение, значит, радик холодный, сверху он теплый, я сейчас открыл пробку, оттуда палился антифриз, мы сразу ее закрыли, и вот то, что капало, оно прям холодным капает. Здесь шланги теплые, ну, они даже, можно сказать, горячие, радик холодный. Непонятно, что это, как будто помпа перестала качать, там все теплое. Уже, получается, настройка закончена, Семен сказал, что все в порядке, можно теперь ехать в бокс и разбираться, что с водой. Ну, сейчас этим не займемся. Так, Лавр там сзади едет, Леня его везет на эвакуаторе в Бус Моторс, а я тем временем еду в Лаки Стейшн взять набор для прессовки системы охлаждения, чтобы понять, что же случилось, потому что вариантов, в принципе, два. Самый худший, это выдало прокладку, лучший вариант, если там уровня не было, того, которого нужно. И типа вначале он не грелся, не грелся, не грелся, а потом сгрелся. Но это странно звучит, если честно. С прокладкой, конечно, более вероятно, но так не хочется, потому что если это будет сейчас прокладка, это будет дичь. Ладно, сейчас в любом случае еще 19.45, на стенде было полтора часа, вот Лавр, заплатил 9 тысяч рублей, там вроде часа 7 тысяч. Очень хотели уложиться в час, но из-за всяких мелочей типа соленоида получилось полтора часа. Залетел в Лаки Стейшн, взял набор, сейчас мчу в Бус Моторс. Настроение хорошее, настроение в любом случае хорошее. Надеюсь, все проблемы решим, которые у нас возникли. Надеюсь, вообще проблем там нет. Не, все равно мы будем опрессовывать. Да, конечно, ничего не будем опрессовывать, я только что ее, наверное, час, наверное, молотила она у меня. И что там было? Да что, спереди открутил крышку, которая на моторе, там ничего не было. Взял, свалился антифриз оттуда, ну, через некоторое время. Все, закрутил ее, открутил радиатор, залил туда литр антифриза, все готово. У нас, получается, не было антифриза? Ну, воздух был. Потом ее грел, 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 потом Семеном созвонился, она больше 80 градусов, вообще ни разу не поняла. Потом на 5000 держал 30 секунд, как Семен сказал. Ничего, все отлично. Надо антилак проверить. Давай не здесь. А что, давай здесь. Лавр на подъемнике. Так, здесь Серегина коллаборация с заводами. Это крепление редуктора дополнительное. Покажи, как выглядит изделие. Но это еще не закончено. Предзаказ открыт. Предзаказ открыт. Выглядит круто. Зачем мы запариваемся над этим креплением? Потому что у этого редуктора, у него всего одна шпилька, у нас сейчас один болт. Некоторые ездят так, в принципе, ничего такого. Но лучше, конечно, сделать дополнительное крепление. Америкосы, австралийцы, они вот делают как раз такое. Мы, похоже, смастерили. Получается, оно опирается на крышку сюда, а здесь оно на подрамнике. Тем временем, Ваня тут готовит привода в зип. У меня есть привода ГТР, но они почему-то длиннее, чем обычные ГТР. Скорее всего, они со стейджа какой-нибудь усиленной. У меня есть для этих приводов палки, изготовленные вроде Кавкази Васей. Вот мы сейчас эти палки поменяем на усиленные. И у нас, получается, будут привода в зип. Ну и, конечно же, заменим смазку, потому что здесь она уже не очень похожа на смазку. Вообще-то это хорошая еще смазка. А, да? Вообще-то да. Я думал, что она, когда такого уже, знаешь, кофейного цвета, уже не очень. Это просто какая-то смазка сама. Обычно она такая, типа, синяя. В этой гранате вот такая смазка. Ну, ей 20 лет, типа. Может, даже больше. Пархо у нас сегодня тоже помогает, так как автоспорт и дрифт в опасности. Мы сейчас взяли все мои рычаги, здесь все разложили, выбрали самые нормальные. Нам надо сделать один рычаг в зип основной. Вот у нас один рычаг есть, уже сделанный. Второй такой мы использовали. Этот мы сейчас как раз разварим. Его надо разварить до такой же длины. Это где-то 2,5 сантиметра плюс. По факту даже меньше. Не, ну 2 сантиметра. Также мы нашли еще вот такие у меня рычаги. Их отдавали с SX. И они такой же длины, как нам надо. Но видите, в каком они состоянии. Поэтому это у нас будет экстренный зип. Если вдруг что-то пойдет не так. Поэтому это просто тоже возьмем. Ну, хоть они и ржавые, ничего страшного. Это будет основной зип. Это запасной зип. Запасной зип. Здесь надо поменять сайлинблок. У меня есть сайлинблоки тоже. Есть, они с SX мне отдавались. Здесь плохой сайлинблок. А здесь мы поменяем шаровую на новом рычаге. Потому что оказалось, это был куплен вообще новый рычаг. Но тут шаровая не подходящая. Поэтому здесь надо поменять шаровую. Этот разварить. Здесь поменять сайлинблок. Приехал Георгий. Модный Георгий. Георгий, ты из клуба? Я с днём рождения маминого. Красава. Да. Прямо к вам сразу. Спасибо. Нормально я встал. В смысле, как мудак. Мы с Гайдаем пригнали в гараж, чтобы успеть загрузиться. До того, как всё закроется. Потому что завтра с самого утра уже погрузка. И грузиться будет некуда. Сейчас вот здесь всё заполним резиной. Берём Зестину. Берём Вест Лейк. Так, полностью упаковали тундру. Покрышки на месте. В этот раз их в кузове не так много торчит. Остальные покрышки все в салоне. Ещё четыре колеса в бустах. Их доукомплектую. Я приехал в Бус Моторс. Снова. И тут, смотрите, делегация. Не просто так. Вот, видишь? Опа-на. Ловец. Ловец кардана. Стрелец. Ловец снов. Установили. Опа-на. Это будет стилёк. Это похоже на эту, на пчелиную. А зазорчик есть? Нормально, зазор. Зазор как зазор. Зазор как... 300 даже. Зазор не позволит. В общем, да, это ловец кардана. Там он на закладных со стороны салона. И здесь он вот такой. Здесь произведение искусства. Новый башбариум. Ребята всё-таки решили его покрасить. Я думал, он будет алюминиевый. А потом его в порошок задуть. Потому что порошок не успели сдать. Так как сегодня только доделали. Но пока будет с баллончика. Посмотрим, что от него останется после этого этапа. Да он целый приедет. Да-да-да. Хотя если до первого места едешь, там... Ну, кстати, я сливу тогда не разбил вообще. До первого места. Крылья были побиты, по-моему. Не-не-нет. Вообще без касаний было. Образовалась большая проблемка. Проставка, которая на кардане. Задевает немного остап. Поэтому её подпиливаем. Так, крепление редуктора, кстати, тут тоже готово. Просто филигранно. Вот то, что надо. А зацените, какая красота. Здесь две точки. И вот здесь она крепится на подрамнике. Подточили проставку. Надеюсь, задевать не будет. И лучший уловитель кардана. Серёга тут оценивает вес бампера. Мне кажется, стрейч тяжелее, чем он. Реально, кажется. Не передать. Я не знаю, я могу медицину, наверное, держать. Но очень легкий. Реально легкий. Мы сейчас переходим к пластику. Я тут тем временем подготавливал весь зип. У меня тут перед, зад. Чтобы всё было на две стороны. Ничего не забыть. Но тоже помогу пластик тащить. Зацените бампера, как крутой получился. Такой вот. Крутой? Крутой. Идеален. Идеален. Просто это шедевр. Презадение искусства. Это шедевр. Понимаешь? Согласен. Я тут переукомплектовываю тундру. Потому что в бустах было очень много зипа. Типа карданов. Дополнительные все подвески, которые я показывал. Редуктор. Вот так вот. И всё сверху накрою покрышками. Парням, конечно, респект огромный. Все помогают. Никто не ушёл. Это сколько? Четыре человека, восемь рук. Делают лавра. Очень извиняюсь перед их жёнами. Ну, они, конечно же, не смотрят эти видео. Но так, заочно. Потому что у всех есть жёны, у всех есть семьи. Но выручают реально до последнего утром погрузка. Сейчас 2.30 ночи. Ну, короче, делаем лавра. Всё уже на финишной прямой. Мне кажется, это заслуживает лайка. Спасибо всем, кто поставил его. Вы посмотрите на этого красавца. Просто лютый. Итак, тундра укомплектована. Единственное, что её надо помыть. Она пипец грязная. У нас тут погода была не очень. Этого я не успел, но это в планах ещё. В общем, всё укомплектовано, закреплено, надёжно. Там вообще под завязку вещей. Вот так это всё смотрится. Всё-таки мы испробуем тему, которую взяли у Семёна. Он нам написал инструкцию, как проверить. Короче, важно, чтобы просто стрелка либо чуть-чуть дёрнулась, либо вообще не дёрнулась. Не накачивая, да? Если она ничего делать надо. Если она подскочит, то всё, торба. Время ещё есть? Чтоб перебирать мотор? Нет, прокладку поменять. Чему её вообще, если что-то должно произойти? У тебя что, спортивный мотор, что ли? Нагрузки какие-то? Вообще нагрузок нет. 550 сил и 650 момента. А на SX-е сколько будет? Ну, поболее, там 2G. Тут ещё можно, Семён, сказать дуть и дуть, потому что настройки вообще не агрессивные. Так это же хорошо, надо было сделать сразу моментом 800. Не-не, я сказал даже спустить на 630 момента и 520 сил там. Я не знаю, он спустил или нет в итоге. Надеюсь, нет. Чувак, там уже искренне пошли из колонны. Будем ещё раз делать? Всё нормально? Ну, она не подскочила. Не подскочила? Она была поднимать, когда он завёл её сразу. Ага. Чуть-чуть, не всем. Всё, хорошо? Конечно. Всё, хорошо. Это был переход хороший. Всё, последние приготовления. Я думаю, многие уже заметили тут обновочку от Средненевского судостроительного завода. Это маски фар сразу с поворотником в одно целое. Причём это тоже тестовый вариант, первая версия. Вторая будет, мне кажется, даже интересней. Ребята успели сделать. Спасибо им огромное. Они из карбона. Правда, не успели залачить, поэтому если они выживут, то приеду сюда и потом залачу. Наверное. Короче, круто смотрится, мне нравится. Мы пока их здесь не крепили. Она здесь в зазоры чётко стреляла. Думаем, здесь крепить хомутом или нет. И вот вторая маска. Жопу собрали. Вообще пока... Ой, двойной бус-моторс. Офигеть! Блин, бус-моторса много не бывает. Факт. Кстати, вот единственное, что побито, это задний бампер. Крылья вообще новые. Нормальная тема. Всё, жопа полностью собрана. И в идеале. Респект. Всё готово. Лавр готов. Тундра собрана. Ребята просто монстры. Пошли переодеваться. Спасибо им огромное. Блин, капец. До последнего просто всей команды, всем бус-моторсам. Время 3.19. Поэтому всё удачно. Даже не под самое утро. Лавру выгнали на улицу. Завтра его на эвакуаторе отвезём на погрузку. Вот он, красавчик, полностью собранный. Фух, у нас получилось здорово. И хорошо, что с прокладкой всё нормально. Получается, Лавр настроен. Развал сделан. Малярные и кузовные работы тоже сделаны. Подвеска вся получилась. Вся задняя часть, можно сказать, новая. Короче, обслуженный, подготовлен полностью. И готов к бою. Получается, приедем сразу на тренировки. Они даже будут уже идти. Бустам. Огромное спасибо. Приезжайте, кстати, с ним на обслуживание, кто живёт в Петербурге. Они, кстати, обслуживают в основном стоковые автомобили любой марки. Но особенно любят Мазды. По Маздам прям супер профи. А так обслуживают, в принципе, любые марки. Поэтому приезжайте просто на обслуживание, записывайтесь там. Твошку сделать. Они это любят. Просто красавцы. Респект. Да, да, привет. Серёга, огромное спасибо. Георгий, спасибо. Личное. По очереди. Да. Иван, спасибо. До здоровья. А где Пархо? Там остаётся уже утро. Да ты, в принципе, тоже здесь можешь остаться. Ну да, в принципе. Тебе, в принципе, дольше ехать туда-обратно. Согласен. Пархо, спасибо тоже тебе огромное. До последнего. Наши старания принесли результат тебе в Сочи. Да, да. Желательно повыше. Будешь смотреть трансляцию? Конечно. Ты же знаешь, я каждую трансляцию в Сочи копирую заезды. Да, да, да. Ну я пожелаю тебе удачи ещё перед тем, как ты уедешь. Спасибо. Ещё ты здесь пока. Главное, Лавр просто пушечный, готов. Просто готов. Вот он стоит и ждёт погрузки. А ты заметил, что морда теперь стала похожа? Не похожа на тренажку. Не похожа? Да, мне почему-то напоминает этот, как его, цифира? Нет, не цифира, а кресту. Не знаю почему. Да нет. Ну понятно, что пара другие на кресту. Какой-то круглый стал. Ну да, с этими сразу он стал немного другим. Так, я всё-таки добрался до мойки. Негоже ехать на грязной тундре. Сейчас уже около пяти утра, по-моему. Почти домыли тачку. Я пока сижу, смотрю Game of Bike. Так, ребята, включение. Небольшое прошло пару часов. И я подумал, что нет смысла уже ложиться спать. Время было после мойки шесть с чем-то, а в восемь погрузка. Я подумал, нет смысла, короче, особо домой ехать. И приехал чуть пораньше, как раз-таки на погрузку. Подождал немного. Сейчас уже в 8.15. Скоро приедет Лаурель на эвакуаторе. Леня там сам его заберёт у Клубус Моторса. И мы будем грузиться. Скажу так, что серия получилась насыщенная. Насыщенная на всякие приключения. Волнительные моменты даже были. Но самое главное, что всё получилось благодаря всей команде, всем, кто помогал. А помогало большое количество людей и организаций. В целом, при подготовке Лавра к Сочи Дрифт Челлендж, к второму этапу. Второй этап уже, кстати, будет на этих выходных. В субботу квалификация, как обычно. А в воскресенье парные заезды. Поэтому жду вас всех на прямом эфире. О прямом эфире сообщу обязательно в своём инстаграме. Вот он, кстати. Тут подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить. Да и вообще планируется много всяких сториз, вообще, что там происходит. А вот, кстати, как раз подъезжает, получается, поезд, который едет из Сочи. Сейчас будут разгружать автомобили. Они всё время разгружают здесь через пустой вагон. Вот этот пустой вагон здесь всегда стоит. Ну, как стоит. Он, получается, откуда-то приезжает и уезжает. Вот он, двухэтажный, кстати, поезд. А вот и Лавр приехал. Красавчик просто. Тундра чистейшая. Вот так надо приезжать. Не мог просто. Она была такая грязная. Там просто слой был. Всё отмыли, всё очистили. Колёса. Даже ничего не заморозилось. Ладно, пойду, на самом деле, заводить Лавра. Мы сгружаемся прямо в вагон. Короче, тут фигня. Он не хочет заводиться. Ну, еле завёлся, кстати. Ну, завёлся. Всё, ребят, машины загружены. Лавр, конечно, что-то еле завёлся опять на холодную. Буквально 4 часа постоял или сколько он там постоял. Я отказался нормально заводиться. Еле сгрузили в вагон. Он еле по вагону проехал. Бестроящий, бредящий. Там прям бахало что-то. Короче, жесть. Ну, и Тундра, естественно, нормально заехала. Теперь уже до встречи в Сочи. Главное, там всё чётко разгрузить. Ребят, на этом наш ролик подходит к концу. Огромное спасибо, что его посмотрели. Всем респект за турболайк или атмалайк. С вами был Серёга Стилов. Стройте дачки, тренируйтесь. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok